А вот рисков подтопления Астаны нет. Об этом сегодня доложили премьер-министру во время его посещения водных объектов столицы. Сейчас акиматами Астаны и Акмолинской области ведутся совместные работы по предупреждению подтоплений ближайших населенных пунктов и города. К примеру, в селе Тай-Тубе завершаются работы по укреплению обвалования, которое послужило основной защитой от паводка. Кроме того, Лжас Бегтенов проверил состояние астанинского контррегулятора, который предназначен для пропуска паводковых вод и защиты города от возможного наводнения. Там сброс воды составляет 30 кубометров в секунду. Сегодня объем увеличили еще на 10 кубометров. В Министерстве водных ресурсов отметили, что ситуация стабильная и находится под контролем. С акиматами Акмолинской области, города Астаны ведутся все мероприятия, которые должны будут предотвратить риски подтопления. Совместно с ними мы в оперативном режиме работаем и каждое наше регулирование реки мы обязательно согласуем. А заместитель руководителя республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бузумбаев сегодня вместе с Акимом Атыраусской области совершил облет территории от города Кульсары до границы с Актюбинской областью для изучения обстановки. По данным гидропостов идет спад уровня воды в реке Жем, затопивший Жилойский район и город Кульсары в частности. Вице-премьер объехал и осмотрел защитные сооружения и насыпные дамбы. Также Канат Бузумбаев встретился с жителями Кульсары.